друзья всем привет это видео будет долгим кому-то даже покажется нудным очень много в личку пишут алина покажи пожалуйста от а до я как черенковать крупнолистую гортензию извините за голос приболел вроде бы я показывала ну наверное что-то было непонятно поэтому сейчас мы с вами будем в очередной раз черенковать крупнолистую гортензию что нам надо естественно сама гортензия такой вот у меня тазик 2 литра воды в нем и циркон циркон для корнеобразования на литр воды я добавляю одну одну-две капельки вот здесь у меня тазики водичка обычная водичка из-под крана и добавим одну-две капельки циркона побольше получился ничего страшно так такой вопрос которые голландские сорта гортензии кто-то из блогеров сказал что с них невозможно снять черенок то есть они пропадают это неправда я снимала и в прошлом году снимала об этом есть видео и в этом году первую партию снимала уже укоренилась дома стоит на подсветке корешочки уже пошли вот с вами будем сейчас черенковать такую гортензию это белла блю ярко-голубой смотрите сколько у нее много побегов как мы с вами берем если вы полностью хотите ее опустить на черенок чтобы он черенок у нас был не один раз надо снять черенок правильно смотрите вот идет стволик трек-трек-трек видите здесь один узел второй узел третий узел здесь вот даже просыпаются почки мы с вами срезаем череночек таким вот образом вот и вот с этих узлов уже у нас будут появляться здесь вот видно маленькие зачатки появляться новые побеги которые мы опять еще раз возьмем с вами на черенок и так мы режем всю гортензию оставим один узел второй узел срезаем один узел второй узел срезаем так здесь у нас сколько раз два три узла я срежу вот так вот сейчас мы с вами все подстрижем вот смотрите еще раз покажу вот идет у нас побег вот видите даже вот этот деревянненький вот тут еще просыпаются тем что мы сейчас отрежем у нас с вами она быстрее проснется здесь вот еще два есть и срезаем и так каждый побег у которого уже большой хороший мы с вами срезаем вот все с вами обрезали и отставляем сторону также дальше мы с вами будем ее поливать и кормить так вот это тут маленький здесь срезать нечего пускай тянется потом с вами возьмем будем также поливать кормить чуть можно мочевин кидать немножко выгнать чуть-чуть прям где-то грамм 5 на 10 литров 35 грамм на 10 литров один раз много мочевины я не даю так что делаем дальше вот у нас наши с вами черенки убираем листочки вот такой череночек с цветочками тоже был а если есть цветочки то она не укоренится прекрасно укоренится убираем сам цветочек и вот у нас вот такой вот прекрасный получился черенок дальше я его кидаю как раз в эту водичку с цирконом минут на двадцать-тридцать и так каждый черенок еще раз покажу вот у нас черенок убираем нижний вот этот узелочек мы с вами можем заглубить можем по узелочку заглубить вообще без разницы гортензия дает корни отовсюду в середине цветочек убираем но я даже не убирала все равно гортензии прекрасно укоренялся вот такой вот получился череночек можно вот так пополовинить можно не половинь все равно она у нас прекрасно укоренится половине он например я половин для того чтобы в ящике не занимало много места черенок вот он у нас насколько здесь сантиметров 78 черенок убираем большие листочки они нам не нужны вырезаем середине цветочек вот такой вот у нас череночек можно прополовинить узелочек закопаем отсюда пойдет еще победе пойдут вот такой вот хорошенький череночек замачиваем его также если кто думает что там всякая химия бяка как и из-за чего он не укореняется вот мы замочим и все у нас выйдет хотя укореняется отлично я в основном не замачиваю но сейчас замачиваю для вас для новичков у кого не получается что хочу сказать сегодня не получилось завтра не получилось послезавтра получится пока не закопаете нормальную сумму землю вы ничему не научитесь одного раза ничего не бывает у меня тоже убираем узелочек у нас уйдет внутрь половине чтоб они нам не мешали можете не половить вообще без разницы убираем цветочек вот череночек еще раз половить он огромный такой он укоренится и с такими листочками прекрасно даст корешочки но мне в ящике будет мешать половине серединочку выбираем цветочек вот так вот выглядит цветочек вот такой прекрасный у нас хорошенький получился череночек и так далее сейчас я все 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 их по черенкую оставлю по два штуки чтобы расцвели на 8 марта может кому-то нужно будет уже в принципе спрашивали у нас в городе убираем листочки убираем серединочку вот такой хорошенький симпатичный череночек так 1 2 3 4 5 6 7 штучек получилось теперь пока не у меня тут замачиваются купаются плавают как удобно мы с вами подготовим грунт грунт я уже подготовила это торф у меня нейтральный торф можно кислое но мне кисло не нравится тем то что он такой знаете более жесткий не такой рыхлый у него но жесткий и поэтому я в нейтральном у меня агробалт вы можете выбрать любой что у вас есть я летом тоже покупала разные торф вы когда не было у меня агробалт прекрасно все черенкуется и перлит на глаз все делаю побольше можно перлита ну где-то процентов 30 перлиту 70 можно торфа все это перемешиваем и сейчас я вам покажу как какой должен быть грунт вот у нас с вами грунт я не просеиваю ничего как вот он есть в мешках так и есть я вчера работала у меня остался смотрите какая у него влажность он именно влажный он не мокрый вот такой вот если я его беру ведь на при нажатии он разваливается вот такой у нас грунт пока наши череночки и замачиваются мы с вами сделаем дренажное отверстие в стаканчиках я люблю укоренять 100 граммов в стаканчик вот такие здесь хорошие дренажные отверстия я уже подготовила заранее и буду заполнять и подписывать кстати карандаш не взяла и подписывать на стаканчиках какой у нас сорт можно 200 граммов стаканчики но я больше люблю все-таки маленькие стаканчики корни образуются их уже будет видно и потом уже с вами перевалим в литр пол-литр кому как удобно сейчас заполняем грунт заполняем грунт тоже это я вот именно отвечаю на вопросы как нужно заполнять стаканчики грунт нужно ли утрамбовывать вот оставили и я всегда трамбую потому что кто-то накладывает получается так рыхло экономит торф я никогда торф не экономлю я хорошенько трамбую делаем потом с вами дренажное отверстие вставляем и естественно зажимаем его хорошо но сейчас у нас намокнет искупаются я вам покажу наглядно если у нас тут грунт рыхлый до получать прям рыхло рыхло то получается когда вы вставляете черенок где-то его его не поджимаете и там у нас пустоты образуются и начинает черенок подгнивать поэтому я всегда трамбую сейчас на трамбуем стаканчики и будем сажать так все череночки наши поплавали накупались вот наш череночек делаем обязательно углубление не будем втыкать потому что все-таки черенок нежный и мягкий можно пользоваться любим любыми корни образователями я не пользуюсь иногда пользуюсь иногда не пользуюсь но самое главное не надо его вот там прямо поласкивать купать слегка припудрили прям вот слегка слегка все достаточно вставляем узелочки мы с вами я люблю углублять узелочки углубленные узелочки потом пойдут оттуда еще боковые из под земли побеги хоть гортензии сама хорошо куститься но это все равно не помешаем не помешает обязательно вот так вот утрамбовую и все наш черенок поставлен теперь ждем когда он даст корешочки сложного ничего в этом нет не надо потом дергать смотреть корни есть или нет конечно любопытно хочется посмотреть но когда придет время вы увидите корешочки будут видны и стаканчиков и когда нормально так будет видны корешочки мы с вами пересаживаем нашу гортензию хороший грунт хороший вкусный грунт как его готовить тоже на моем канале есть много об этом видео вот первую партию я зачеренковала вот так вот она выглядит смотрите обратите внимание листочек влажный ничего страшного он от этого не подпреет не сгниет ему будет там только хорошо сейчас я закрою крышкой плотно там будет конденсат прям сто процентов не надо не проветривать не не знаю протирать убирать этот конденсат веером дуть это хорошо гортензия хорошо к этому относится к влаге ничего не будет грунт у нас не мокрый у нас влажный поэтому будет все замечательно и будет происходить укоренение